Здравствуйте, я Маша Ефросиньевна, и сегодня у меня в гостях человек, который влюбил в себя миллионы телезрителей. Однако свою личную жизнь он всегда держал в секрете за кадром. Сегодня же он расскажет мне о том, о чем не говорил раньше никому. Это Алексей Суханов. Привет, Леша. Привет. Алексей Суханов уже три года неизменный ведущий ток-шоу «Говорит Украина». Он приехал сюда из России и завоевал сердца миллионов глядачей. Он жив и работал на две страны. Аж пока в распал украино-росийского конфликта, перед ним не поставил тяжкий выбор. Мне было страшно неприятно. Это ужасно. И я даже не понимаю, почему, но это было жутко. Цей выбор поделил его жизнь на до и после. Я жил в условиях жуткого стресса. Это позор в моей жизни. Яку втрату, попри роки, він и досі не може згадувати без слез. Я приехал под вечер. Мы легли спать. А утром я обнаружил его на своей кровати, мертвым. Да ты что? И сенсаційно відверте зізнання, которое ще ніколи налунало з вуст Олексія Суханова. Я боялась про это спросить, но ты сам мне это сказал. Я понял, что это все-таки последняя капля. Я сейчас озвучиваю очень распространенное мнение о тебе. Ты достаточно закрытый такой персонаж. Да, мне казалось, что я наоборот очень открытый. Слишком открытый. Ты год назад заявил, но я бы сказала без преувеличения, на обе враждующие страны. Будем говорить это таким образом, каким оно и было. Ты переезжаешь из России на постоянное место жительства и работы в Украину. Почему? Потому что я понял, что откладывать дальше нельзя. И я понял, что в каждый момент у человека должен быть выбор. Он должен, вернее, сделать свой выбор. Это решение было не сиюминутное. Оно зрело у тебя получается. Оно зрело у меня это решение. Как долго? Оно зрело с начала 2014 года. Я же видел, что здесь происходило и что происходило в моей стране. Но тогда я все-таки поддался на уговоры Оле. Твоей жены? Поддался на уговоры и все-таки остался. Это очень интересная тема. Я к ней вернусь обязательно. Даже не сомневайся. Но вернемся на три года назад, когда ты впервые приехал в Украину. Когда ты еще не работал на телеканале Украины. Когда ты приехал, я так понимаю, просто сюда с визитом. Да, это было необыкновенно. Это необыкновенно. Сразу глаза засветились. Потому что это была зима. И как раз мэром был Черновецкий. И улицы тогда не убирались. И был вот такой вот соль льда. И мы, значит, как горные козлы, ходили, еще пошли на Андреевский спуск. И было жутко холодно. То есть зимой было жутко холодно. И я тогда на Андреевском спуске, буквально перед самой церковью, как только поворачивается Андреевский спуск, тут ряды. Я купил там шапку из кролика, как мне отрекомендовали, из закарпатского кролика. Настоящий турист из Москвы. Да, черная такая. Вот она как у дедащукаря такая. И тогда у меня промелькнула эта шальная мысль. Думаю, а вот как бы здорово было бы здесь поработать. Серьезно? Прямо вот так в первый приезд мысли уже какие-то подкрались к тебе? Ну, потому что Киев так отличался уже тогда от Москвы. Чем, Леш? Мало сказать, размеренностью. Я думаю, что все-таки вдумчивостью в такой. Это то, что вот я тогда поймал вот эту эмоцию. То есть ты никому об этом не скажешь? Это были всего лишь мысли? Или ты сделал несколько звонков? Нет. Написал куда-то, предпринял какие-то движения, чтобы найти работу в Киеве? Это были мысли. Это просто были мысли. И вдруг мне звонят с незнакомого номера. И говорят, Алексей, а вот не хотели бы вы участвовать в кастинге на роль ведущего? Это вас из Киева беспокоит, телеканал Украина. Я чуть от этого звонка, я чуть не этот, как его, не ударился впереди идущую машину. Почему? Потому что для меня это было очень неожиданно. Тогда я понял, что мысли... Еще раз, вернее, убедился, что мысли довольно материальная вещь. И я был обрадован этой возможности. И ты полетел на пробы? Да, я полетел на пробы. Это здорово было вообще. И прошел их, судя по тому, что ты уже три года в Уфе. Ну, судя по тому, что я у тебя здесь, да, прошел. Ты у меня здесь, и у меня здесь не только еще такие откровенные беседы, но и небольшие сюрпризы для моих героев. Да? Да, конечно. Не так же тебе сюрпризы делать. Посмотри, пожалуй. Я Лешу увидела первый раз, когда проект был на стадии вот вообще зародыша. Приехала какая-то гламурная звезда, которая вот тут сейчас вот так растопырит пальцы и будет говорить всем, что мы тут в Украине все не так делаем, как они делают у себя в Москве. Но это было ровно до тех пор, пока мы не включили камеры. Десять возьми плотно через пиво. Мне сразу стало понятно, что я ошиблась. Я Алексей Суханов. Здравствуйте. Очень тонкая душевная организация человек, поэтому он всегда трепетно относится ко всем героям своим. Особенно, когда касается маленьких детей, отношений родителей к детям, неблагополучные семьи. Он ведет связь после программы с героями. Малыш! В момент его небольшой проходки, буквально 5 метров до гримерки, я уже понимаю, в каком он настроении. Если настроение плохое, я сижу в коридоре и захожу минут так через 7-8. Но он никогда не показывает это, не вымещает это на группе. Сейчас твои перья опять вернутся все. Он уже возвращается, перевозвращается. Пошли. Линяем. Когда ему плохо и когда ему тяжело, то проще сказать, что нам тяжелее. Такой приходишь, говоришь, ой, Леха, так тяжело, так тяжело. Он такой, ты что, серьезно? Да? И как? Да? Не переживай, не переживай. Все будет хорошо. А еще он любит в студии покушать. Я уже познакомилась с всеми бабушками на рынке. И я уже знаю, где, что можно заказать для того, чтобы покормить Лешу. Леша, она сладкоежка. И эклеры – это один из его любимых продуктов. И если их нет, в перерывах между съемками он расстраивается. У нас размерная сетка не вся, как в магазине. Поэтому у нас есть определенный размер, мы должны в него входить. Проблема, если мы уже в него не входим, мы там садимся на диету, начинаем. Есть огурцы, сельдерей, в общем, все попало, что такое, только не сладкое. Сегодня эклер есть, но Леша их уже сегодня не ест. Сейчас мы на диете. Вот так вот. Сейчас мы на диете, это точно. Но у меня такое впечатление, что они там все к тебе относятся, как к любимому ребенку. Знаешь, есть любимый сын. У нас семья. Это дорогого стоит. Это чувствуется, это правда. Это дорогого стоит. Ребята меня очень сильно поддерживают. Когда мне плохо, они меня поддерживают. Они всегда, они всегда идут мне навстречу. Но ведь вы работаете еще с крайне тяжелым жанром. Вы работаете с невероятно сложными судьбами людей. Как с этим справиться, когда на твоих глазах ежечасно, ежеминутно плачут, расстаются, хоронят, кого-то находят, ищут, теряют. И бесконечно это все в непосредственном контакте с тобой. Как это? Я приезжаю домой и запираюсь. Но ты один. Да. Я люблю быть один. Очень люблю быть один. И ты восстанавливаешься в этом состоянии? Да. Или наоборот себя как-то... Я восстанавливаюсь. Я очень люблю в последнее время быть один. Почему, Леш? Я стал не любить социум. Я хочу поговорить о главной составляющем в этом пазле. Ты сам подал мне эту картинку. И теперь я ее очень хорошо представляю. Пазл счастья Алексея Суханова. В котором ключевым кусочком, большим, самым таким пухлым, была Москва. Ведь ты мечтал, мечтал там оказаться. Ты парень из Иваново, города Невест. Мальчишка. Мальчишка. Потому что я же занимался бальными танцами. И вот с таких лет буквально грезил Москвой. Не знаю, я прилетал... Всегда, когда мы ездили на какие-то конкурсы бальных танцев, я просил родителей брать билет, чтобы рано утром в Москву, а обратно из Москвы поздно ночью или вечером, чтобы у меня было очень-очень много времени. Я ходил... Почему она тебя манила? Что ты там делал, когда приезжал? Я не знаю. Но я ходил и гулял по Москве своими ногами маленькими. Я истоптал тогда весь центр. Я ходил, и когда уже начинало смеркаться, люди возвращались домой, зажигался свет в окнах. И я шел и думал, стоял и наблюдал за этим. Кто-то там ходит, я это все видел. И я мечтал, что когда-нибудь у меня тоже так же будет. Я очень этого хотел. Я думал, как я буду приходить тоже домой, выкладывать из пакета то, что я купил в магазине, готовить ужин. В моей квартире тоже так же будет гореть свет, так же уютно, по-желтому. Именно в этом бегущем огромном городе. Да. В мегаполисе. Да. Со своей энергией, со своими правилами. Мы меняемся. Сейчас, конечно, я не очень люблю городскую суету. Но тем не менее, в Москве есть твои любимые места. Мы там побывали. Серьезно? И сейчас мы с тобой по ним вместе походим. И ты нам что-нибудь расскажешь интересное, хорошо? Это для всех Москва, Златоглава и Белокам'яна. Место великих возможностей и еще больших расчаруваний. Место с населением в понад десяток миллионов и величезными заторами. У Олексія Суханова Москва своя. Москва, за якою він сумует, совсем меньше. Это затишные и тихие провулки на чистых прудах. Тут ему было особо добре. Тут он знает каждый закуток. Это его первый московский гуртожиток. Эти стены видели самые крутые часы в столице. С боку видится символ мрии. Останкенская телевежа. За котом магазинчик, где в моменты страшного безгрошивья он купил куричу шкиру вместо м'яса. И, конечно, это его родный Ленинградский проспект 33. Далеко не самый престижный район. Но именно за этой адресой, в этой пятой поверхности, он купил свою первую московскую квартиру. Квартиру, которая долгое время была его наибольшей мечтой. Ох, Леша, Леша. И эта мечта стоила того, чтобы жить в общежитии, есть шкурку куриную. Но только по выходным. То есть это деликатес? Для меня это было тогда мясо. Ну, такой путь прошел не только я. Такой путь к своей мечте проходят миллионы людей. В этом нет ничего такого исключительного. Как мне кажется. Первые свои годы в Москве ты прожил вот в этом общежитии. Чем занимался? Я получил работу на Маяке. Радиостанция Маяк. Радиостанция, так. Сначала с испытательным сроком. Ну, а потом с чуть-чуть увеличенной зарплатой. У меня не было денег для того, чтобы снять даже комнату. Я договорился с тогдашним комендантом этого общежития и платил просто по-левому, ему в карман. Ну, а он вот как-то там, уж я не знаю, какие-то махинации, вот сдавал мне кровать. Кровать. То есть ты жил с кем-то еще в комнате, да? Да, да, да. Ну, у меня тогда ничего не было. Я же в Москву вообще приехал с более тиреновым пакетом. Джинсы были, несколько футболок, кофта. Все. Я не могу не спросить, как отреагировали на это твое решение родители? Уехать из Иванова в Москву? Ну, видишь ли, я такой человек. Они тоже об этом по факту узнали. Ты им не сказал? Уехал и все? Я им не сказал, что... Я же тогда работал в Ивановской телерадиообещательной компании. Но жил с родителями? Ну, тогда... Нет, я с родителями не жил, я не стал уже жить отдельно с 16 лет. Ага. И тогда я был очень таким известным в Иванове радио и телеведущим. Вот. И когда я поехал в Москву на курсы повышения квалификации, вот в этот, кстати, институт, так уже тогда я понял, что для меня это поездка в один конец. Вот оно что. И тогда, оставшись в Москве, попытавшись устроиться в Москве, получив эту работу с испытательным сроком, я сказал маме, что я не вернусь. Какова была реакция? Родители уже тогда привыкли к тому, что я очень самостоятельный мальчик. Ну, в общем, ты самостоятельным мальчиком стал и не с 16 лет, а намного раньше. Ты, тебя и воспитывали, ты особо не родители. Він відмовился быть рупором пропаганды и покинув Россию. Так, в 40 лет, Алексей Суханов фактично почав життя с нуля. Без дома, семьи и батьковщины. Как складаются его отношения с Россией ныне? Потому что, если честно, я боюсь появляться в России. Ты боишься за свою безопасность? Что ожидает на его отношения с дружиной, которая, на отличие от Алексея, осталась в Москве? Возможно ли что-то такое, чтобы ты, например, вернулся и продолжил жить той жизнью, которая тебе привычна в Москве? Який боль, связанный с нашим родственным, он воляет не вспомнить. Я не помню. Не помню. Ты помнишь, но не хочешь мне говорить. Инна очікована зізнання у Алексея Суханова. Усе це замыть. Прости меня за то, что я такую тему затронула, и спасибо тебе за это признание. Я, правда, не ожидала его. Родители уже тогда привыкли к тому, что я очень самостоятельный мальчик. Ну, в общем, ты самостоятельным мальчиком стал и не с 16 лет, а намного раньше. Ты... Тебя и воспитывали-то особо не родители, а бабушка с дедушкой. Родители у меня были такие. Ну, не сейчас, слава богу, есть, дай бог здоровья. Они всегда, да, они уезжали всегда дни отдыхать. А меня к бабушке с дедушкой на юга гоняли в одиночестве. Только один раз они меня взяли. Как-то объясняли тебе, почему они не берут тебя? Ты же наверняка просился. Мне очень хорошо было с бабушкой и дедушкой. Они сделали в моей жизни очень многое. Наверное, поэтому я не спрашивала. Дети всегда хотят со своими родителями быть везде. И по-всякому, даже если это не юга берега, а скромная квартирка. Родители жили своей жизнью какой-то. Да нет, я не могу сказать, что я был заброшенным ребенком. Я не могу так сказать. Ну, почему, например, тобой занимались бабушка и дедушка, а не живые, здоровые, мама и папа? Ну, может быть, молодые были. Ну, и дедушка умер на моих руках, и бабушка умерла на моих руках. Я был с ними до последнего. Сколько лет тебе тогда было, когда их не стало? Дедушки не стало, когда я был на втором курсе техникума. Тогда не было мобильных телефонов. А родители поехали на дачу загородную. Где-то километров 50, может быть, находилось. Дедушка умер вечером. В 7 вечера. Я когда позвонил, родителей уже не было дома. И я понял, что, ну как, они же, нужно же сообщить, нужно же что-то уже делать. Я оставил бабушку в доме и поехал туда. Я ехал, пошел на вокзал, купил билет до этого, там, до ближайшей станции. Я разузнал все это. Я не помню, как сейчас уже называлась деревня. Но поезд пребывал туда около часа или двух часов ночи. Я вот приехал туда, и я еще пошел. Там нужно было идти. 16 лет мне было. И я шел вот в этой кромешной тьме. Дошел. И они, конечно, не знали, что я постучался. Ну да, ну не ожидали они, что я... Ну я даже вот для себя сейчас, я понимаю, что это как-то такой довольно стрёмный марш-бросок. А когда ты появился тогда из тьмы вот этой перед родителями, какая была реакция? Как, что? Ну был шок, конечно, они не ожидали. Но они поняли, что что-то стряслось. Я сказал, что дедушка умер. Мы тут же все собрались и поехали. Уже на машине. На машинах. Две машины было, потому что у меня у папы была машина-копейка. И у тети Гель с дядей Олегом тоже был москвич. Я, судя по рассказу, улавливаю, что о родителях ты говоришь холоднее, чем у бабушки с дедушкой. Но это не значит, что я их не люблю. Безусловно, это не значит. Это связано с тем, наверное, как складывалась твоя жизнь и отношения с ними. А любовь, я думаю, это безусловное чувство к родителям. У меня никогда не было такого, чтобы я мог доверить свою тайну родителям. Ни маме, ни папе. Да, не было. А хотелось, Леш? Не может такого быть, чтобы вы не хотели. Ну, как-то вот, не знаю, ну, наверное, хотелось. Я не помню. Не помню. Ты помнишь, но не хочешь мне говорить. Ну, я действительно не помню тех своих ощущений. Хотелось ли мне советоваться им, не хватало ли мне этого. У меня есть младший брат, и, возможно, родители были им очень заняты. Младшего брата тоже не брали на отдых, тоже оставляли с тобой. Но тогда родители перестали ездить. Но я всегда все равно до последнего ездил к бабушке и дедушке. А брат жил с родителями? Да, да. Но он был совсем маленький, потому что мама с папой сейчас, кстати, живут в этом... Ты тоже когда-то был маленький, Леша. Ну, я чуть-чуть ревновал, конечно. Я чуть-чуть ревновал. И я даже делал... Поступал... Поступал так, за что сейчас стыдно. На зло поступал. Да. Но я, может быть, вымещал злость на Женьке. Когда я ходил его... Когда я ходил, забирал его из сада, я специально шел очень быстро. А он же малой еще был. Ему пришлось бежать. Приходилось бежать. И он всегда потел. И это... Мне стыдно сейчас за это. Я очень люблю своего брата. Когда ты к ним ездил в последний раз? Или они, может быть, к тебе? Год назад. Давненько. Почему? Потому что, если честно, я боюсь появляться в России. Ты боишься за свою безопасность? За что ты боишься? Я... Я не считаю себя каким-то оппозиционером и... там, ярким представителем, там, лагеря критиков режима. Я не думаю, что я такой... Такой бельмо в глазу совершенно нет. Но мне кажется, что я достаточно наговорил уже и написал. Но ты точно не останешься, что мы это все понимаем. И ты полагаешь, что подобная поездка в Россию может иметь свои последствия. Я опасаюсь. Я тебя понимаю. Я тебя понимаю. Когда ты был последний раз в Москве? Последний раз я был в прошлом месяце, когда гасил кредит. Ты летаешь в Москву раз в месяц? На три часа. На три часа ты прилетаешь? Да. На три часа? Да. Или на сутки? Нет. Зачем я прилетаю? Я сажусь на Аэроэкспресс. Доезжаю до центра города, до Белорусской. До Белорусского вокзала. Благо, значит, эти банки, отделения банков находятся на Первой Тверской и Ямской. Буквально в получасе ходьбы, туда-полчаса обратно. Да, вносишь деньги за кредит? Сажусь в Аэроэкспресс, еду в аэропорт и улетаю. Подожди, ну а, не знаю, встретиться с друзьями, там, как-то... Они прилетают ко мне. Ну, Маш, ну... Не хочется тебе... Я не могу объяснить это. Ну, мне стало неуютно в Москве. Хочется уехать. Да. Я не могу там долго находиться. И ведь я не хочу разрушать свое представление, разрушать свою Москву. Она у меня осталась в памяти. И я это очень сильно берегу. Это не значит, что все там ходят ужасные, зомбированные. Нет, я встречаю людей с адекватным взглядом, улыбающихся. Я встречаю автомобилистов, которые уступают дорогу пешеходам. А тебя узнают, Леш, люди? Однажды меня обыскали. И когда я вышел, я услышал во след. Две женщины было. Он, что ли? И вторая сказала... И мне стало неприятно. Подтекст был таков, что это вот этот предатель, да? Ну, возможно. Может быть, я что-то попутал. Но то, что я сейчас вам пересказал, это было именно так. Возможно ли что-то такое, не знаю, что должно случиться, чтобы ты, например, вернулся и продолжил жить той жизнью, которая тебе привычна в Москве? Конечно, я хочу вернуться. Это же моя родина. Но можно вернуться и начать уборку только тогда, когда придет осознание у остальных? То есть Алексей Суханов может вернуться на свою родину только тогда, когда у людей поменяется восприятие реальности? Сейчас там параллельная реальность. И мне там делать нечего в этой параллельной реальности. Ты понимаешь, что ты не скоро можешь тогда туда вернуться, если у тебя такое условие. Что делать, значит, это судьба. Смотри, ты уехавший очень много потерял. Я уже говорила про это. Я потерял, прежде всего, свою страну. Свою страну. Это сильно звучит. Потерял родину и тяжело. И видно, что тебе тяжело. А что ты приобрел, Леша, приняв это решение? Я стал, прежде всего, еще больше себя уважать. Это прежде всего. За честность, да? Понимаешь, я не герой. И я никакой не патриот. Я просто гражданин России. Так. Для которого Россия – это родина. Я хочу, чтобы люди видели, что есть другие россияне, которые имеют понятие о правилах общежития. И имеют просто уважение к другим. А где твой дом находится, Леша? Мой дом, моя квартира находится в Юрмале. Та квартира, в которую я вложил душу. Та квартира, в которой мне хорошо. И та квартира, в которую я открываю дверь, говорю, здравствуй, моя хорошая. Надо же. Да. Я ее очень люблю. Это единственное, что у меня есть из материального. Я слышу, как ездит электричка, как летают самолеты, как поют птицы. Это доставляет мне огромное счастье. Может быть, поэтому и квартиру я купил, там, не в Риге. Старый город удивительный. Напоминает одну большую декорацию. Даже не в центральном районе Юрмаль, там, знаешь, Дзинтари, Майори, где все это, концертный зал Дзинтари находится. А много дальше, где живут такие юрмальчане. И мне там очень хорошо. Мне очень хорошо. Чем уединение в Юрмале отличается от уединения в Киеве? В Киеве мне очень уютно. У меня здесь друзья. У меня здесь любимая работа. Мне здесь очень уютно. Я люблю Киев. Но в Юрмале мне хорошо. То есть ты ничем там не занимаешься? Ты приезжаешь туда и исключительно растворяешься в том месте, где тебе, как ты сказал, хорошо. Я растворяюсь там. Но что значит ничем не занимаешься? Ну, там нет работы, я имею в виду. Сколько там хлопот по хозяйству? Так, посмотрите опять, как он оживился. Конечно. Уборку-то надо делать. У меня там цветы. Уборку делаешь сам? Да. У меня нет домработницы. Пусть те ружки, все дела, все сам. Да. Приготовить. Ну, я знаю, что ты кулинаришь. Я люблю готовить, да. Ну, тоже готовлю, да. Ешь закупаться, там, стиральный порошок, этот, ополаскивать. Выбираю по запаху. У меня есть свой любимый. То есть, как бы так, да. А когда я захожу в... У тебя, наверное, вещи все очень аккуратно разложены. Да, конечно. Я так распадываю. Ну, не до такой степени. Я не такой перфекционист, конечно, нет. Но, да. Беспорядок можно у тебя встретить? Беспорядок можно встретить. Вот на комоде иногда я люблю там что-то... На комоде беспорядок. На комоде у меня в спальне иногда там... Слышала бы моя дочь, но беспорядок, это когда на комоде. Не, ну так я люблю, конечно, чтобы все очень чистенько и хорошо, да. Потому что, ну, мне нравится. Мне нравится уют. Про животных даже не спрашиваю. Собачки линяют, кошечки тоже. Ты знаешь, в моей жизни была... В моей личной жизни, я не считаю сейчас родителей, в моей личной жизни была лишь одна собака, Ньютон. Шарпей. Шарпей. Он был так называемой потеряшкой. И я его взял из приюта. Бежевый. Весь в морщинах. Если кожу натянуть, то попа на морде окажется. И я с ним встретил один из новых годов, когда лишился работы на НТВ. Из-за первой украинской газовой войны. Тогда я прочел сообщение Интерфакса в вечернем выпуске НТВ о том, что Киев послал Москве как бы ответ на требования. И это сообщение оказалось невыгодно Газпрому. А Газпром был акционером НТВ. Наверное, и сейчас я уж не знаю. И тогда руководство Газпром потребовало жертву. И жертвой сделали меня и шеф-редактора. Хотя это была опробована уже обкатанная схема на НТВ, когда ведущий во время эфира приходит сообщение, и он его цитирует со ссылками в начале, в середине и в конце. Я, собственно, так и сделал. Как сообщает Интерфакс посреди Интерфакса. Напомню, это было сообщение агентства Интерфакс. Но политические игры – это политические игры. И тогда я лишился своей работы ведущего на НТВ. Это было перед Новым годом. У меня был кредит по моей московской квартире. Тогда еще кредит. Сейчас я уже его погасил давным-давно. Но тогда я понял, что я остался совершенно без работы. У меня кредит – кредит. И у меня собака, которую надо кормить. И я помню тот момент, когда я сидел, и от этой безысходности у меня катились слезы. А Ньюшка мне их слезывал. Я так понимаю, что его сейчас нет, Ньюшки. Он умер, когда я жил в Петербурге. Переехал по приглашению Пятого канала. Он сильно болел. У него был рак. Он уже практически не ходил. Мы его выносили. Сестра ко мне приехала тогда и помогала. Выносили на руках гулять, потому что у него уже не было сил. Я отлучился в Москву тогда, в тот день. Он на весь день просидел около двери. Я приехал под вечер. Мы легли спать. А утром я обнаружил его на своей кровати. Мертвым. Да ты что? У него вообще не было сил передвигаться, но он... Я не знаю, где он нашел эти силы. Залезть ко мне на кровать и умереть рядом со мной. Да. Он был крутой. Но ему от меня доставалось. Леша, ты, конечно, невероятно тонкий человек. Я думаю... Да. И вот с тех пор я что-то как-то не решусь завести собаку-то. И кошку не решусь завести. Я так понимаю, что Ньютон это был тем самым маленьким пазлом, составляющим твое счастье. Он все понимал и все чувствовал. Ну, собаки. Собаки особо не существует. У него такой взгляд был. Да. Ну так какой ваш следующий вопрос вы говорите? Довела ты меня все-таки до слез. Мы пообщались с твоими друзьями. Киевскими друзьями. Людьми, которым ты не безразличен, которые тебя любят. И которые тоже имеют свое мнение по поводу того, что с тобой происходит и с твоей жизнью. Посмотри. Вопрос. Бросить свою родину, что бы ни происходило в этот момент там, и уехать в другую страну. Как бы тебя там не ждали. Это очень ответственное решение. Нельзя же сказать, что он отрекся от родины. Нет. Но просто он совершил осознанный шаг смены страны. Леша очень чувствительный и в то же время очень сильный. Вот много раз мы разговаривали об этом, о том, вот я уеду отсюда, ну вот ты понимаешь, я же здесь чужой. Я не украинец, у меня русское гражданство. И вот я всегда буду оставаться здесь чужим. Я говорю, да нет, уже тебя здесь любят. Есть, конечно, ситуации, моменты, люди, воспоминания, по которым он скучает. Он скучает по моменту, до которого страна сошла с ума. Ну вот так вот по-разному они. Я слушал. И что? Я слушал и пытался ответить на вопрос. А с нуля ли действительно у меня все началось? Наверное, нет. Это стало абсолютным переломом в моей жизни. Моя жизнь абсолютно изменилась. Она изменила меня. И мое отношение к происходящему. Может быть, и поэтому, в частности, я стал больше любить единочество, стал спокоен, более рассудителен и не спешен в своих умозаключениях по отношению к другим. Возможно, это цена того, что я действительно потерял потерял свою родину и то, что когда-то было моей мечтой. Маша, а знаешь, кого я вижу каждое утро в зеркале своей ванной комнаты? Знаешь, кого? Нет. Он покинал Россию, переезжал в Украину. За что отримал таврозрадника на Батьковщине? Однажды меня обыскали. боль. Я думаю, над этим и мне тоже очень хочется, чтобы это произошло побыстрее. Ну, как я могу это ускорить? Физиологически не можешь, а есть другие пути. Отверто, как никогда, оголена душа Олексія Суханова. Таким его еще не видели. Маша, а знаешь, кого я вижу каждое утро в зеркале своей ванной комнаты? Знаешь, кого? Нет. Я вижу человека, которого лично я уважаю. Это очень важно. Это очень важно. Смотреть даже себе в глаза прямо и знать, что у тебя есть свое мнение, и ты можешь его отстоять. И только только после этого ты имеешь право на то, чтобы уважали тебя. И только так можно добиться уважения к себе. Только так. Другого пути нет. А жена Оля, с которой у тебя давние отношения, я здесь. Так. Она там. В России? Да. Поэтому я бы не хотел говорить об этом, потому что я слишком ее дорожу. Ты дорожишь тем, что ей бы не хотелось, чтобы ты это обсуждал публично? Мне бы не хотелось, чтобы у нее были проблемы. А у нее могут быть проблемы? Я могу предполагать. Прости, я просто для себя проясню. У нее могут быть проблемы? У нее уже были проблемы. Из-за того, что ты работаешь в Украине? Из-за моей проукраинской позиции. А какие могут быть проблемы у человека, который живет там, служит там, работает там? Ну, у нее муж такой ненадежный. А как это может сказаться на ее жизни? Ну, прости, может, я глупость какую-то говорю, но мне правда интересно. Ну, как? Ну, что, она может лишиться работы? Ну, я не знаю. Я не знаю. Я надеюсь, что нет. Лучше не говорить об ее отношении к происходящему и к моему выбору. Хорошо, мы можем поговорить о ваших отношениях с ней лично? Конечно. А, я думала, что даже это нельзя упоминать. Соответственно, вы живете на два дома, на две страны. Сколько лет? Вот так, раздельно? Очень долго. Брак длился 13 лет, да, и вот, ну, добрую половину, потому что Оля, мы были порознь, потому что Оля жила в Америке, там она защитила диссертацию докторскую, она большая молодчинка. Потом она перебралась в Австрию, какое-то время еще в Италии пожила. То есть у нее такой заслуженный бэкграунд. она ученый с очень хорошим именем. А она сейчас занимается социологией. Вообще она психолог еще. И, то есть, этот брак, в общем-то, не имел такой, не имеет такой истории, как долгое совместное проживание на одной жилплощади. К сожалению. Ведь это время упущенных возможностей. Потому что, если бы иначе, возможно, у меня уже был бы и ребенок. Я боялась про это спросить. Вот, знаешь, я скажу, может быть, не профессиональную штуку, но зато очень женскую. Послушав тебя, моя женская суть хочет говорить, что, Леша, тебе нужны дети. Да? Ты такой, что тебе нужны дети, Леша. Ты будешь замечательным отцом. Так я и не спорю. Ну, я лично, ну, даже до этой беседы я бывала неоднократно в студии говорить «Украина». И видела, что, несмотря на то, что ты проникаешься судьбами людей, рассказанных на площадке, когда на ней появляются дети, ты совершенно преображаешься. Я была, кстати, на записи одной программы, где был герой, мальчишка. Сашка из Лисичанска. Когда они бежали оттуда буквально под выстрелами, им вслед боевики стреляли. Его мама была беременна, а отец перешел на сторону боевиков. И, насколько я знаю, он был среди тех, кто стрелял им вслед. Беременная женщина, убегающая вместе со своим пятилетним сыном от этих жутких выстрелов. Этот мальчишка в свои пять лет перенес то, о чем взрослые могут судить только по рассказам. Он посидел, и им очень непросто живется. Конечно, если Наташа пишет и о чем-то просит, как можно не помочь? Наташа – это его мама, да? Наташа – это мама. А сейчас еще маленький братик же родился у них совсем недавно. Да, побывали мы там, конечно же. Серьезно? Мы привезли тебе весточку от них. А, ну ты как же уже тогда ищу. Так что у нас более свежая информация. Посмотри, пожалуйста. Он как-то сразу к нему потянулся, и до него Алексей, Алексей, и Алексей в ответ, да? Да, он там говорил, что если что нужно, ну как-то, сами понимаете. Ну, когда нужно было, и ночью мы звонили, писали, нас в больницу надо было отвезти. То есть, помог с машиной, и все нам. Мы написали, мы в больнице. Ну, что нужно? Он просто уезжал в тот момент, что нужно там это. Реально не было. Ну, закончились памперсы. На день там хватает уже и все. Такая вот у нас беда. Ну, на следующий день у нас привезли памперсы в кашу. Я ему писала, говорю, у нас ангел-хранитель, кто-то спасет. Если что-то случается, я могу спокойно написать. И он всегда, что-то, всегда ответит, поддержит. Мы рисовали рисунки, елочки, по-моему, да, делал. Это для Алексея, это подарок. Он, если видит его по телевизору, у него Алексей, Алексей, или я звоню где-то, Алексей, он приедет, он приедет. Качаю очень сильно. Какая-то вот связь, какая-то между ними, я не знаю. Да. Это самое главное. Друг, да, не скажешь, потом именно друг. Я хотел, ну, давно, ну, мне хотя бы любой конструктор, чтоб я только собирал. Ну, это полиция, конечно. Ну, тут, конечно, я играл в зомби. Ну, тут вот так вот окно выпадает. Можно все выпасть. Компьютер тоже подавали. Алексей подавил. Чтобы Саша всегда связь у меня с бабушкой и дедушкой. Мог видеть, потому что видится далеко. Настали тысячанские. Скайп, такая программа есть. Ну, там можно просто, там, ну, все номера есть, просто нажал. И увидел, да? Грибы! Класс. Обожаю грибы. Сейчас грибной биом. Я очень хочу, чтобы ты приехал домой. Хочу с тобой поиграть. Твой друг. Да, надо приехать. Я давно не был уже. Надо навестить. Но мне почему-то кажется, что у этого порыва помощи, особенно Саше, и у этих слез твоих в глазах, не одна причина. Просто помочь и сделать жизни его лучше. Мне кажется, это глубже к той острой теме про то, что вы не успели с Олей завести ребенка. У тебя есть какая-то сформулированная причина? Мы слишком долго были порозни. Бывает так, что люди живут очень долго вместе, и у них не получается иметь, заводить детей. рожать детей. Был период, когда вы хотели, планировали, говорили про это. Да, мы до сих пор это планируем и хотим. Тогда, несколько лет назад, когда хотели и планировали, не получалось просто? Не получалось. И ты говоришь, что вы до сих пор обсуждаете эту тему, вы это не теряешь надежды. Мы работаем над этим. и сейчас отвечаю, как какой-то заправский политик ужасного, обсловился, я сейчас поймал себя сейчас на мысли. Но как можно ускорить то, чего пока не дается? Как можно ускорить, если всему свое время? Я в очень сложной сейчас ситуации. Почему? Потому что я понимаю, что проходят возможно лучшие годы моей жизни. С годами я становлюсь старше и здоровье тоже вытюходит. Это то время, которое я мог бы отдать ребенку. Я думаю над этим и мне тоже очень хочется, чтобы это произошло побыстрее. Но как я могу это ускорить? Физиологически не можешь, а есть другие пути. Если ты имеешь в виду усыновление, то я скорее всего буду усыновлять ребенка. Если у меня действительно будет такая возможность. Более того, моя страна так много бед сделала, принесла Украине, что возможно это будет таким моим искуплением за мою страну. Если я усыновлю украинскую сироту и дам все, что у меня есть. Мне так кажется. прости меня за то, что я такую тему затронула и спасибо тебе за это признание. Я правда не ожидала его, но это очень серьезное решение, Илюша. Это серьезнее всех решений, которые ты принял в своей жизни. Всех вместе взятых. Ну, я надеюсь, что все это получится. Это принятое решение? Для себя это решил. Я невероятно, невероятно признательна тебе за откровение. Я обещаю, что эта история прозвучит так, как она прозвучала. У меня финальный вопрос есть традиционно, и он приходит ко мне в течение беседы, я его не готовлю. И вот единственное, о чем я хочу тебя спросить, в чем заключается счастье твоего сегодняшнего дня? Очень много в прошлом. Прекрасные планы на будущее. А сегодня в чем твое счастье, Леша? В том, что я могу видеть. Видеть, замечать и ценить. Я каждый день, ложась спать, благодарю Господа за то, что у меня есть. У меня есть очень много в этой жизни. И самое главное, за эти годы, за 41 год своей жизни, я научился видеть. Наверное, в этом заключается самое главное счастье. Пускай это счастье обретет еще одну пару глаз, может, две или три. Я искренне тебе этого желаю. Спасибо, Маша. ты сегодня для меня стал большим открытием. Единственное, что я не знала, что ты на диете, потому что приготовила тебе эклеры. Спасибо большое. Твоя слабость, очень вкусные эклеры. Спасибо огромное. Вот видите, вот как тут соответствовать? Вот приведешь ли тут форму, когда сама Маша Евросийна говорит надо съесть. Я ем эклеры. Я готова дать тебе несколько советов, но уже за кадром. До встречи, мои дорогие. Это был Алексей Суханов. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо вам, уважаемые зрители. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok